Смотрите, мы сейчас будем делать пятиминутку. В чем заключается пятиминутка? Берется и делается тузлук. Тузлук это обычная вода и много соли. Это все варится, кипятится, добавляется соль, потом это все остужается без специй и заливается. Много соли это сколько, например? Чем больше, тем лучше. Как бы она возьмет за пять минут, она возьмет столько, сколько ей надо. Берем кижуч. Прежде чем нам нужно сначала разделать рыбу и достать оттуда все. Вот так вот мы режем, вот так вот режем, достаем икру. Вот это пласты икры, вот такие складываем сюда. Это, кстати, называется грохотка. С помощью этой грохотки мы будем отделять от шкурки, да, грохотка, грохотка. От шкурки будем икру с помощью нее отделять. Все. Слушайте, он прям по маленьким и по большим. Но где его ловят в основном? Когда он в озера заходит? Эта рыба непосредственно заходит в речке и ученые до сих пор не могут понять, почему она заходит, рыба именно туда, откуда она вылупилась. Вот они как-то запоминают, когда маленькие-маленькие появляются, запоминают. То есть они все лососевые, да? Или все. Все лососевые. И горбуша, и вся рыба. И горбуша, да. И они потом, когда они, правильно говорят, когда они отметают икру, они умирают. Кроме семги. Семга. Семга, она обратно возвращается в море. Это единственная лососева порода, которая не умирает. Она возвращается в море и опять нагуливает икру. Это нет. Кижуч нет. То есть он все, приплыл. А он сколько живет до тех пор, когда он... Где-то лет шесть-семь. Вот это вот, грубо говоря, шесть-семь лет. Да, да, да. Вот, сейчас мы вытащим икру. А когда его поймали? До обеда сегодня поймали. Он еще плавал в речке сегодня. Почему нерка самая дорогая? Я не знаю почему, но японцы прям гоняются за этой неркой. Темного, да? Темно-красного цвета. Вот у кижуча, видите, как он оранжевый цвет, а у нерки он прям, ну, как кровь красная. И, кстати... Видимо, потому что на тонца похожи. И вот, кстати, от нерки некоторые люди, почему-то, вот, поев нерку, могут отравиться. То есть получить отравление. Вот у нее такой вот... Поэтому японцам нравится. Наверное, да. Но это просто потому, что на нее самый большой спрос в Японии, поэтому она дорогая. Опять же, я же говорю, ты на любителя. Вот мне вот лично, например, нравится икра горбуши. Ну, лично. Горбуша, по-моему, мелкая такая икра, да? Горбуша, она примерно, ну, чуть-чуть крупнее вот такой. И она такого желтого, желтоватого цвета. А сколько, собственно, да, вот здесь сейчас получится икры? Здесь где-то килограмма, наверное, 2-2,5. Икры, да? Да, да, да. И это 6 рыбин? Да, да. Вот смотрите, видите, рыба вроде крупная, а икры мало. Это она толком не нагуленная. Она, видать, только в речку зашла, и ее уже поймали. А нагуленная, это когда вот такие более крупные, она в речке какое-то время провела, и у нее икра она была. Все, сейчас мы будем отделять икру от пленки. Это делается легко и просто, только сильно не давишь. И вот так вот, просто по кругу, вот так вот хотите? Вот, оденьте перчатки, сейчас мы тогда... Не, ну просто, чтобы понять, потому что я никогда не могу понять. Сейчас поймете, сейчас поймете. Не дается, да? Кость, давай, иди. Нельзя, не надо. Правильно, правильно, давай, иди. Вот, просто вот так вот, круговыми движениями вот это берите. И вот круговыми движениями вот так вот. Повозюкать по... А, то есть просто фактически не нажимать, да? Видите, она отделяется. Это как сотрудников на работе. Повозюкать! 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 Так, прощупать, чтобы... Не, иди, сама делай. Не, не, я снимаю. Не, снимать любой дурак может. Давай, я оставлюсь. Все блогеры, а вот икру... Не, ну правда. Ну вообще, это интересно. Как это опять называется штука? Грохотка. Грохотка, офигенное слово. Ну я вот, например, в поход с собой беру... Я вот такую большую бадюгу не беру. Я просто беру от бобинтона отрезаю. Самую часть. Ну там же тоже эти сеточки, клеточки. И вот... На машине доезжаем до определенного места, и потом два дня справляемся по речке, рыбачим... И это вы куда, на юг вы едете? На север. Ну, центр Камчатки, ближе к северу. Все, дальше я уже все использую. Там у меня один много, да, таких же рыбаков? Можно я попробую такой? Да, очень много людей. Всем нравится, иностранцы с ногой. Приезжают, ловят, смотрят. Медведей там очень много. Вот, допустим, два дня, мы увидели... Ну, на перчатку, два недели. Ну, пока пуешь, они по берегу ходят, рыбу ловят. Ну, а то же есть, они по берегу ходят? Ну, так вот можно. А когда в палатке, то как? Они не подходят к палатке. Ну, конечно, потому что там свет, генератор работает. Они стараются это место обходить стороной. А они как рыбу ловят? Зубами, лапами. Ну, то есть, действительно, там реки пишат, да? Смотрите, медведь как ловит рыбу. Он садится, получается, на поп. Вот так вот лозит попой. Вот, как он сказать... Рыба, когда икру метит, мечет, она выкапывает ямки. Ну, самцы выкапывают ямки. Вот он, короче, делает такие движения, звуки создаёт под водой. Ну, попой. И рыба думает, что ямка готовится, и она стаями поплывает. Ну, хватит её. Ну, такой хитрый жоп. Мы уже поняли. Это в первом смысле полный хитрожопый. Да-да-да-да. Ну, умный. Смолёк живёт в речке три года, потом возвращается в море, и там уже... А он когда уходит в море, он какой величины? Ну, примерно вот такой маленький. За три года он всего такой маленький, да? Да, вот это интересно. А потом в море он уже не очень, да? В море он живёт вот в такой величине, потому что он уходит в море. Это наоборот. А, я поддержу. Мне кажется, это надо снять. Мне кажется, это надо снять. Она не лирку, во-первых. Нет, я имею в виду лирку. А, мало того, что барканьеры, да, я его мовлю. Да. Плюс чайки, медведи, и там гольцы. Вот она тоже питается этой икрой. То бишь, если... Мне кажется, у меня ничего не получится. Да, если малёк вылупляется и в море вернулся, ему надо медаль дать. Знаете, мне кажется, у меня не получается. Нет, у вас как хочется. Получается это? Помогу. Алена, ты очень деликатный. А у мальковцев есть голец? Деликатный товар? Голец хищный рыб. Голец хищный рыб. Голец хищный рыб, да? Но она малька ест или только икро? Я ей говорю, что она питается икрой. Икрой? И мальками тоже лосочками? Да, малюсенькими, которыми он питается, тоже питается. Ну, а у более крупных есть враги или нет? У более крупных. Или их уже не можешь вкусить? Это очень странно. Да. Ты реально базюхать называешь. Вы считаете, что она не поддается? Нет, нет, нет. Даже если поддается, им все страшно. С первого раза, знаете, не всегда получается. Знаешь, я боюсь, что это первое по фейсерам. Поверьте, вы ее всю бы не раздавили, если бы... Может быть, да. Меня с детства, походу, не пускали, поэтому я боюсь. Сейчас уже поздно начать. Так, еще поможете мне? Ну все, осталось чуть-чуть. Да. Потом ее сполоснем в воде и будем ее засолить в тузлуке. В чем уже вода? Вода уже готова. Соленая? Да, соленая, холодная. Это люди, у которых развита мелкая моторика. Вот смотрите, из двух рыб, берешь самочки, две рыбы, вот примерно литр икры. Можно я хочу сырой кусочек? Попробовать надо. Одну. Смотрите, вот мы ее отделили, да? Получается белок. А бассирую не дите? Вот такую. Солю посыпешь, можно есть. Нет, без соли. Нет, но она... Нет, но она безвкусная. Невкусная. Да, она такая такая. Да, я бы не сказал, что безвкусная. Нет, у нее... Я ее сейчас буду промывать. О, еще красиво. Да. Вот так раз и все. Ну да. Это просто вода, которая не была в тузлуке. Нет, это просто глина. Просто пилем просто воду, просто. Режим. Нужно ринзить. Хорошо. Потому что она не очень чистая. Нет, нет. Сейчас мы ее... Мне интересно понять, как люди дошли до того, что они сначала эту икру нашли, а потом... А вот местные аборигены, местные аборигены, здесь же несколько народностей живут. Вот они до прихода русских икру выкидывали, короче, и кормили своих собак. Потому что у них тут не было соли. Но как только русские привезли сюда соль, они поняли, что это круто. Показали, как солить наши им. И все. Вот эта, которую промываем, сырая. А тузлук, он уже готовый. Все, мы ее промыли. Все, обратно в таз. Теперь заливаем тузлуком. И нужно засечь 5 минут. 5-6 минут. Все? Все. Да. Она делается для того, чтобы ее съесть в течение, там, наверное, дня. Потому что потом она уже станет горчить и невкусна. А то, которую маску привозят? Она делает с антисептом. А чтобы ее на долгое хранение... Это сколько? Это нужно ее минут 10-15 солить. Ну, естественно, она будет соленая. То бишь, ее есть можно, но она будет такая, как бы соленоватая. Вот эта икра, она именно делается для того, чтобы съесть ее сразу. Как раз? Войди, разница, это ложка или матча? Нет, ну, можно килограмм, два. Ну, естественно, столовую ложку, то ничего не будет. Чем больше, тем... Чем больше, тем больше. Да, сейчас водею, тормозит. И все, да? Да, сейчас я воду принесу. Поможет мне, да? Я вам скажу, что делать. Держите. Все, мы сейчас с вами будем освобождать от вот этих вот плотнувшихся икринок. Ну или там откроем. Берем вместе, да? Не промываем, это мы освобождаем от кровинок, от лишних там. Да, да, да. Вот. И просто туда-сюда и походим. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Все равно что-нибудь достанется, но это фига. Это все равно белок. Все белок. Играет музыка. Ну по крайней мере я всегда бежимар. Я ее на дерево потом повешу и она стекает минут 5-10. в таком положении повисит. Как бы я сам подержу, очень страшно. Играет музыка. Мы там катая. Ну типа я должен супер и все чрезвычайно попал. Хорошо бежимар. Ну так по какому-то видно легкие. Все равно это их не разгружается. Да, это históные и дирек. Ну я эту Аль Муна. Скраины. Да. Зд untuk nehme. Продолжение следует...